Часто в разных спорах, и в интернете, и в жизни реальной, я слышу такое замечательное утверждение, что люди стали лучше, что человечество стало лучше, что наше общество стало лучше, что мы чем-то отличаемся от общества или людей, которые были 100, 200, 500 лет назад. Что в мире по какой-то волшебной, непонятно кем созданной статистике, уровень насилия упал, что якобы меньше убийств. Неизвестно, как это вообще считается, поскольку посчитать это невозможно. Ведь раньше и у чё-то такого не велось, кроме разве что войн. Но тем не менее, очень часто слышу утверждение о каком-то социальном прогрессии. Это интересно. Я с этим в корне не согласен по одной простой причине. Наличие технологий или какого-то общего технического развития общества на его суть никак не влияет. Можно привести очень классный, простой пример. Но поскольку я веду как бы вот YouTube-блог, типа блогер, да, только в основном видео при этом забавно не снимают. Так, на микрофон, три плюс. Мы приведем пример разных блогеров и стримеров. Я их не буду перечислять, упаси Боже. Или всё же буду. Но суть не в том. Раньше была такая тема замечательная, как известная нам до сегодняшнего момента, как цирк уродов. Бродячие цирки, вот все эти вот бродячие артисты. Люди приходили поглазеть и кинуть медяк в шляпу, поглазеть на разного рода инвалидов, людей с дефектами, отрождение юродивых разных, разного рода людей, выбивающихся из нормы умственными и физическими увечьями какими-то, да. То есть, все эти, значит, люди с карликовостью, там, бородатые женщины какие-нибудь, очень жирные люди, люди, там, какие-то атрофии конечностей от рождения. И вот весь этот леденящий душу звездец. Люди ходили, глазели, улюлюкали. Также люди ходили и глазели и улюлюкали на бесхитростные разные представления. Будь то кукольные представления, будь то какие-то скобрезные стишки и пляски и вот все это замечательное вот явление такое. Сказать, что оно не было массовым, было массовым. Сказать, что люди об этом тогда не говорили, говорили. Давайте подумаем, много ли, много ли изменилось чего-то с этого времени. Давайте-ка подумаем, какой процент Ютьюба и Твитча занимают разные люди, которые сидят и за какие-то донаты, там, бьют друг друга по голове, пьют мочу, курлыкают, скачут на одной ноге и занимаются разным прочим унизительным идиотизмом. Ну или не унизительным. Это как посмотреть, правильно? И чем, собственно, общество отличается? Ну хорошо. Давайте скажем, вот знаете, сколько, сколько же тогда было на убийств, войн. А куда делись убийства и войн? Давайте почитаем криминальную хронику. Один мужик зарезал другого мужика в пьяне. Мужик убил жену по пьяне. Жена зарезала мужа по пьяне. Кто-то выкинул ребенка из окна или на помойку новорожденного. Кто-то кого-то ограбил. Какая-то пьяная драка. Криминальные хроники забиты всяким трешаком. Люди как резали друг друга по синьке и под кайфом так режут. Может быть, какой-то волшебный мировой уровень насилия исчез. Ну, он может не исчез. Он может просто переместился. Он может просто не лично у тебя в доме быть. Не лично в твоем городе. Или даже не в твоей стране. В Мексике за последние лет 15 в разных боях с наркокартелями и бандами привлекалась даже армия и группировки. Там более тысячи солдат. Десятки тысяч солдат с уровнем городских боев, например. Сильно ли это изменилось со времен, не знаю, лет каких-то 150-200? По-моему, не очень. С погрешностью на плотность населения, наверное, насилие даже больше стал. Уровень насилия в 20 веке вот на всем постимперском, советском, потом СНГшем пространстве. А войны какие-то прекращались? Да нет, у меня тут вот в 600 километрах от меня идет война. Люди друг друга там, артиллерии хуячат. Где есть снижение уровня насилия? Чуть не вижу его в упор. Цирку родов есть. Войны есть. Убийства есть. А где эта прекрасная социальная прогрессия? Люди иногда любят приводить аргумент о социальных лифтах. Социальные лифты. Очень прекрасная вещь. Люди любят приводить аргументы о смене общественных формаций. О смене экономических формаций. Я с этим тоже немножечко не соглашусь. Они, может, меняются глобально как-то. Но человек по своей натуре от какого-то родоплеменного строя он совсем не изменился. Я, если так вот просто за 10 лет вспомнить все работы, на которых я работал, все более-менее руководящие должности в компаниях, где я работал, так или иначе были завязаны на родственников. Если не совсем каких-то вот прямых хотя бы или там случаи, когда там отец, сын, вкум, слад, брат, то хотя бы до уровня каких-то там вот кумовьев, крестных и так далее. Ну, не суть в том, я не помню ни одного такого вот предприятия. И я же говорю даже не о каких-то маленьких частных предпринимателях. Не о компаниях. О компаниях, где, допустим, несколько сот человек работало. Где вот все равно на руководящих постах, ну, все плюс-минус по родоплеменному принципу. Какая формация? Не сменилась формация? Человек как 4 тысячи лет назад мыслил, так и сейчас мыслят. У него просто появились красивые гаджеты. КОНЕЦ